Здравствуйте, дорогие друзья! 22 ноября 2016 года. Канал «Арт-подготовка», программа «Периферийное зрение» в студии «Я» Сергей и Евгений. Здравствуйте! Очень-то рад вас приветствовать. Уже несколько дней нас не было в эфире. До сих пор много вопросов по нашему расписанию. И у нас самих они остаются, эти вопросы. Но вот сегодня мы в эфире во вторник. Следующий эфир у нас, я так понимаю, будет четверг. В общем-то, в конце передачи будем тогда объявлять. Я надеюсь, что в какой-то график мы сейчас войдем и вопросов по расписанию больше не останется. Это такое вступление у нас было. О наборевшем, скажем так. Ну и давайте начнем с каких-то вопросов кратких. То есть многие просили прокомментировать на антикризисный митинг в Москве, который планирует проводить так называемая «новая оппозиция». Нет, я в хорошем смысле сказал так скептически. В Москве, я так понимаю, в том числе и Иван Белецкий там будут этим вопросом заниматься. В общем-то, есть большое видео пресс-конференции, которая была в Парнасе. Там в том числе участвовал Белецкий. Поэтому советую всем посмотреть, о чем будет этот митинг, когда, где и так далее. Как только у нас появится подробная информация, о том, согласуют, о том, не согласуют, когда, где, то тогда. В общем-то, я вам сразу объявлю. Вообще, как-то вот я не знаю, как у вас, а я вот три дня остался в Саратове. Вячеслав Иванович уехал в Москву вместе с Димой Игнатьевым. Побольше времени уделил новостям. И у меня такое оптимистичное, честно скажем, настроение. У меня болото вот это, оно как-то немножко начинает оживать, оживает болото. И в Саратове у нас будет митинг 12 декабря. Если кто-то помнит, то Дмитрий Сорокин у нас так тихо пишет. Давайте узнаем, правду ли пишутся. Давайте ехать немножко субъективно. Не знаю, я его слушаю, кстати, у меня все хорошо. У кого тихо, давайте сделаем погромче наушники или динамики, кто из чего смотрит. Микрофон поближе. У нас сегодня микрофон с веб-камерой. У нас увезли все микрофоны, поэтому если я буду ближе к веб-камере, это, наверное, будет странновато. Давайте говорить буду чуть погромче. Благо, я это могу делать. Мне всегда говорят, что я кричу. Вот я, если где-то начинаю в общественном месте разговаривать, то есть мне все пишут, что я кричу, или говорят, что я кричу. 12 декабря в Саратове будет митинг антикризисный. В Москве будет митинг антикризисный. Вот Смоленский машиностроительный технику начал забастовку. Ура, товарищи, вперед к светлому социализму. Шучу. Нет, ну это действительно радует. По пару лет мы не видели вообще никакой социальной активности населения. Да, сейчас вот эта социальная активность снова появляется. Пускай пока вот в каких-то местах, пока в самых таких больных точках начинает это кровоточить, но тем не менее это радует, что хоть какая-то, в общем-то, такая напряженность в этих точках, она появляется, а напряженность она будет в дальнейшем, в общем-то, давать, что в этих местах будут разрывы в хорошем смысле для нас. Это такой оптимистический... минутка оптимизма в программе «Периферийное зрение». Перейдем к новостям. Пойдем. Первая новость – это хоккейный клуб «Кристалл» снимается со всероссийского соревнования по хоккею. Да, с высшей хоккейной лиги хоккейный клуб «Кристалл» будет снят. Если вы помните, где-то недели-полторы назад мы с вами говорили о сложностях, мягко говоря, финансовых, да, хоккейного клуба «Кристалл». Любимый наш Валерий Радаев там открывал, я помню, новый каток в «Кристалле», да, в Валидовом дворце спорта, и рассказывал о том, как вот теперь наши достижения спортивные будут расти, и с каждым днем, в общем-то, спорт наш будет расти и шириться. Но вот, в общем-то, рос он совсем недолго, да. И, причем, мне очень нравится аргументация. Там сегодня в 3 часа дня в «Кристалле» была пресс-конференция, я, если честно, хотел на нее попасть, и несколько интересных вопросов, вот в частности, министру спорта Абросимову задать, но, к сожалению, не успел, потому что вот программу готовил, звук настраивал, поэтому не успел туда попасть. Но, тем не менее, там объявили о том, что «Кристалл» с высшей хоккейной лиги будет снят. Вот мы тут обсуждали на «Кристалл», на первый матч «Кристалла» я попал, наверное, примерно лет 15 назад, то есть с самого-самого детства я наблюдал, в общем-то, за играми нашей хоккейной команды. И я помню очень хорошо то время, когда она, в общем-то, выступала на очень неплохих показателях, проходила в плей-офф высшей хоккейной лиги. И это, может быть, кому-то неинтересная новость, но, в общем-то, это показатель, да, региональный спорт, он находится в очень тяжелом положении, мы это видим и по футболу, и по хоккею. Причем, мне нравится аргументация, формулировка, да, я вот сказал, этот как раз министр Абросимов сообщил о том, что, в общем-то, хоккейный клуб не показывает необходимых результатов для того, чтобы повышать его финансирование. То есть такая интересная, да, взаимоисключающая вещь. Причинно-следственная связь у товарища Абросимова, она очень под большим вопросом. То есть он не понимает, что нужно давать команде средства на то, чтобы она существовала, и она будет показывать результаты. Он считает, что должно быть наоборот, что команда должна показывать результаты, ничего за это не получая, а потом когда-нибудь, может быть, если вы будете хорошо играть, непонятно на что и непонятно как, тогда мы будем платить вам зарплату и покупать там нормальных, квалифицированных спортсменов. В общем, новость неприятная, честно скажу, неприятная. Мне, как, в общем-то, фанату саратовского спорта, вообще как фанату спорта, как, ну, может быть, такому не фанату, но болельщику Кристалла, многолетнему, да, конечно, неприятно. Я очень надеюсь, что в скором времени мы возродим саратовский хоккей, и не только хоккей, и не только саратовский. Не очень любят открывать все подряд, а вот следить и поддерживать как-то нет. Да. Все, что связано со спортом, спортплощадки, множество примеров, они открывают торжественно, это все на новостных лентах, да, выставляются, проходят какое-то время, и эти спортплощадки переезжают куда-то, ну, просто снимаются и в другом месте открываются. Да, нет, тут еще вот интересно, мы не взяли сегодня эту новость, ты сказал, я тоже вспомнил, мы неделю полторы назад, вот наши зрители помнят о том, что мы рассказывали о лыжном стадионе, на Дачных у нас в Саратове открыли лыжный стадион, тоже там наш главный лыжник Радаев приехал, он у нас главный хоккеист, главный лыжник, консомолец, спортсмен, и просто красавец приехал открывать стадион лыжный, вот, а сегодня появилась информация, что прокуратура там нашли какие-то хищения на этом стадионе, и вообще там кататься нельзя, потому что все очень опасно, и не по технике безопасности, в общем, очень тоже забавно. Ну, открыли, все, ленточку разрезали, галочку поставили, и все, и а что там дальше будет? Мне вот иногда как-то, не знаю, может быть, стоит, не знаю, я предполагаю, что аккредитацию в областную думу мне больше никогда не дадут, я в этом практически уверен, были такие намеки, если на следующий год мне аккредитацию продлят в областную думу, то я, наверное, буду такие эти акции протеста, приходить в областную думу и прям задавать там Радаеву на пресс-конференции вопрос, а вот вы будете отвечать за закрытый клуб «Кристалл», за разваливающийся стадион? То есть они же это превозносят как свои достижения, понимаешь? Вот они открыли за мои деньги стадион, и Радаев это превозносит как свое достижение, как будто он его строил, как будто он там гвозди забивал, или он деньги с его кармана давал, он этого ничего не делал, но он это превозносит как свое достижение. Когда все развалилось, это виноват кто-то, подрядчик. Но, наверное, как-то давайте тогда либо не будем на этом пиариться, личный пиар не будем делать, либо отвечать тогда полноценно. Владимир Путин подписал закон о переводе часов в Саратской области. Да, ну я вот все надеялся. Вова, ты меня расстроил. Я вот думал, ну может быть, хотя бы тут ты меня порадуешь. Нет, к сожалению, отвратительно. Я не знаю. Какая-то вообще странная история с этим саратским временем. Вот где-то, в любых группах в Саратске, где я вижу какие-то опросы, большинство за, причем процентов 80 за перевод этого, за появление саратского времени. Однако вот когда я кого-то вижу из знакомых, из друзей, может, у меня какой-то круг общения такой уникальный, что все против этого саратского времени. Вот я не находил ни одного человека, который, есть люди, которые, ну там, мне все равно, грубо говоря, да. Но вот таких ярых, идейных сторонников, они же это превозносят как? Так что мы там требовали, жители Саратова требовали, там, докучали, значит, Госдуму, и вот они там сжалились, да, над нами и, в общем-то, перевели эти саратские стрелки. Но вот теперь все у нас как-то будет через одно место. Программу нам надо будет ввести в 10 часов по саратскому времени. Но я имею в виду, плохие новости заканчивать. Вообще придется там в полночь мою программу. Вот я тоже не знаю, как нам теперь нужно будет корректировать расписание. Будет разница с Москвой, все наши переезды, там, перелеты, тоже это потеря времени. В общем, я вообще не вижу в этом ни одного плюса. И вот этот бред о том, что там темнеет, светлеет раньше, не знаю, либо тогда переводите везде, либо не переводите нигде. Ну, не очень любят от лица, но горожан, жителей, что-то, какие-то инициативы проводить. И даже мнение мне не поинтересуется. Сделали эту улицу Волжскую, но более деньги делать некуда. Ну, теперь, ну, переводят время. Самое главное, что от лица жителей. Да. Путин рассказал о личном участии в борьбе со свалками в Подмосковье. Да, Путин рассказал. Моя борьба, ему нужно написать Майнкам в книгу, вот, о том, как он боролся с криминальным бизнесом в сфере свалок, бытовых отходов. И вот Путин, президент наш, который там врагом ставит Америку и вообще эгегей, рассказывает о том, как он лично некоторыми вопросами занимался свалок и ничего не удавалось сдвинуть с мёртвой точки, даже на посту президента. Вот. Везде криминал крутится, бизнес процветает. То есть человек в открытую говорит о том, что он не может справиться даже с бизнесом, с самого такого, вернее, с криминалом такого самого низкого уровня, да, самого бытового, в буквальном смысле, мусорного уровня, о чём мы говорим в рамках мирового какого-то, мировой угрозы, о которой нам постоянно рассказывают. То есть Путин не может справиться с какими-то мелкими там коррупционерами, которые занимаются свалками в Московской области. И при этом защищает нас там от мирового терроризма, от там экспансии НАТО и так далее. То есть это всё, конечно, очень забавно и очень интересно. Но вот такой он как бы немощный Путин. И причём он сам об этом заявляет. Он говорит, не могу, вот по моей личной команде не встали ни сотрудники внутренних войск, это прямая речь, не могли сделать даже ничего местные власти. Но вот это не последний раз, не первый, не последний, когда по твоей команде не встанут сотрудники внутренних войск. Вот увидишь. Вообще с этими незаконными свалками и вот тема переработки мусора, да, она достаточно большая. Вспоминается история, как у нас несколько лет назад, дабы узаконить незаконные свалки, которые находились в черте города, взяли и сократили границу города. Да, это очень известная была история. У нас тоже можно написать книгу «Майн камф» о нашей борьбе, вот в том числе и я как бы этим вопросом занимался, и Евгений тоже сокращали. То есть вышел закон, согласно которому все свалки должны находиться за территорией городов. В результате вместо того, чтобы перенести те свалки, которые у нас находились в Саратове, у нас черту города сократили и обрисовали вот эти свалки. Они остались на том же самом месте, но, согласно картам, это уже там Саратовский район, да, уже не город Саратов. Таким образом у нас боролись с саратовскими свалками. Но это, кстати, очень долго можно этим рассказывать, о том, как, кстати, не скрывать, как наш товарищ Олег Лимановский там лез в окно и пытался вырвать у спикера микрофон на публичных слушаниях. Нет, потому что, как всегда, нагнали, ну, бюджетников, которые знали, за что будут голосовать, их предупредили, и школу эту всю закрыли для прохода, ну, общественных, общественников, активистов. И приходилось в прямом смысле брать ее штурмом. И Олег Лимановский, который, ну, один из организаторов был протестного действия тогда, залазил в окно, как бы в лучших боевиках. Правильно делал. Заммэра Волгограда уволился из-за оскорблений детей. Вот эта новость меня не порадовала. Всех так обрадовало. Говорят, вот, наконец-то он понес заслуженное наказание. Ну, во-первых, варьет Анатолий Амельченко, я напомню, если кто-то не помнит, пару дней назад, как раз в пятничном, по-моему, если я не ошибаюсь, эфире, мы говорили о том, что как раз вице-мэр Волгограда, значит, прибыл с визитом в детско-юношескую спортивную школу номер 22 по бальным танцам. И там каким-то образом оскорбил детей, то есть сказал, что, в общем-то, это недалеко до гомосексуализма, бальные танцы. Но там это долгая история. Он, конечно, абсолютно глупый человек, это очевидно. Но вопрос в том, что вот все очень обрадовались, что его уволили. Я не обрадовался, потому что очевидно, что он буквально, может быть, через пару недель вот увидится, даже не надо быть как-то провидцем, да, через пару недель он займет какую-то другую должность, может быть, менее громкую, но тем не менее, да, и он, в общем-то, не особо что-то получит, ну, кроме там какого-то, я не знаю, легкого-легкого геморроя. Вот я предлагал намного более изощренную меру наказания, меру пыток для этого, значит, вице-мэра. Я предлагал, чтобы он публично прошел, значит, урок по бальным танцам, да, в качестве извинений перед детьми. И это было бы круто, вот это было бы реально круто, если бы его заставили танцевать, дали бы ему какую-то красивую девушку, он бы, как, значит, медведь там начал бы что-то... Ну, в общем, это было бы здорово, и он был бы одновременно унижен, ну, так как-то по-человечески, да, вот, потому что, ну, все-таки, не каждый может так вот прилюдно, будучи там чиновником, станцевать, не умея танцевать, да. Ну, то есть, вот, мне кажется, это было бы намного более как-то сопоставимо, что-ли, с его, в общем-то, высказываниями, вот так скажем. Это было бы хотя бы интереснее, что-ли, я не знаю. Вот тут его уволили, и все, и мне неинтересно. А если бы он танцевал, я бы вот полетел бы в Волгоград на это посмотреть, похлопать бы ему было здорово. А хотя бы по Ютубу. Да, хотя бы по Ютубу. Красноярский Будда-Бар оштрафовали за оскорбление чувств верующих. И вот тут я вообще ничего не понял. То есть, они упорствуют в своей ельзе, и решили найти вот этот пик апогеи, абсурда. То есть, какая-то некая женщина, вот это мне всегда очень нравится в таких новостях, некая женщина из Санкт-Петербурга анонимно сообщила, что этот Будда-Бар нарушает чувства верующих буддистов Калмыкии, Тувы и Бурятии. Об этом сообщила анонимная женщина из Санкт-Петербурга. Ну, естественно, никакой анонимной женщины из Санкт-Петербурга не было, это очевидно, 100%. Но я думаю, что, наверное, чувства верующих буддистов Калмыкии, Тувы и Бурятии должны определять верующие буддисты Калмыкии, Тувы и Бурятии, а не анонимные женщины из Санкт-Петербурга. Это во-первых. А во-вторых, даже если мы говорим с юридической точки зрения, хотя, как в данном случае, какую-то юридическую точку зрения можно подплетать, но, тем не менее, если мы об этом говорим, то как можно оскорбить чувства буддистов? Если буддист оскорблен, он не буддист. То есть все, это тупик, понимаете? Поэтому оскорбление чувства буддистов это как-то такой полный диссонанс, это взаимоисключающие вещи. Либо ты буддист, либо ты оскорбленный. И это не может быть, в общем-то, одновременно. Применимо к одному и тому же человеку. Вынесен приговор липецкому блудливому священнику. Да, и... Ну, какая-то классическая история. То есть его назвали под псевдонимом Слава КВН. То есть вот в интернете... Значит, он приехал к своей знакомой, с которой познакомился в интернете под псевдонимом Слава КВН. В мае 2015 года женщина узнала, что батюшка женат, и решила прекратить с ним отношения. Однако он поехал к ней в квартиру, и когда ее дети уснули, избил женщину и изнасилил. Какая прелесть. Именно она сообщила о случившемся в полицию. Ранее на священнослужители наложили запрет в местной епархии, и после приговора лишили сана. Ну, не знаю, вот он, наверное, чувства верующих не оскорблял. А вот Буддабар оскорбил. Не знаю, сложно это комментировать, такие новости. Ну, человек понес наказание, неважно, какая у него вера и какую должность он занимает. В общем-то, хорошо. Пускай, в общем-то, за поступки свои отвечает. Церковь в Тамбове торгует именными кирпичами. Классная новость. В общем-то, кирпич, на котором черным маркером напишут имя того, кто за него заплатил, обойдется верующему 200 рублей. Простой кирпич на заводе, к среднему стоит в среднем 7 рублей. Ну, это определенный коротпандинг. То есть РПЦ решила освоить методы современного сбора средств. То есть, видимо, уже старые средства, старые методы сбора средств не работают, не действуют, меньше приносят денег. Поэтому нужно изучать, в общем-то, новинки, скажем так. Вот это классическая схема краудфандинга. То есть вы вкладываетесь в тот или иной проект и свое имя, в общем-то, увековечат. Авторы этого проекта ваше имя увековечат. Но я думаю, что мы, конечно, будем раздавать в свое время брусчатку, да, брусчатку с именами, но, может быть, не за 200 рублей, может быть, вообще бесплатно. Но, в общем-то, это тоже будет такой краудфандинг определенный. Под Москвой. Неизвестные остановили 14 поездов. Да, у меня тут немножко другая новость. Пардон. Сейчас мы дойдем до поездов. Это просто у нас могут различаться новости. Активист Парнасов, Чуваший, и Дмитрий Паньков оправдан. Это очень хорошая новость. 22 ноября, то есть сегодня, суд оправдал активиста Парнасова в Чувашской республике Дмитрия Панькова. И это тот самый, которого, если кто-то не знает, обвинили в том, что он разместил фотографию, на которой депутат Единой России и Виталий Милонов, изображен в футболке, запечатлен в футболке «Православие или смерть». И парадокс заключается в том, что к Милонову у правоохранителей вопросов нет, а вот к Панькову, активисту Парнасову, который разместил фотографию Милонова, значит, вопросы есть. И на него возбудили административное дело и оштрафовали на одну тысячу российских рублей. Если кто-то помнит, я еще в Москве тогда находился, я сказал о том, что если, значит, приговор Панькову будет положительным, если его оштрафуют или приговорят к административному аресту, кстати, такая вероятность была, и была очень большая, то нам нужно будет устроить такой своеобразный флешмоб, и каждому в своем городе, в общем-то, и я в первую очередь хотел это сделать, дойти до местного отделения прокуратуры и написать заявление о том, что мне стало известно, что я анонимная женщина из Санкт-Петербурга, и вот Виталий Милонов очень оскорбляет чьи-нибудь чувства, наверняка буддисты в Калмыкии и в Туве очень оскорбились, и это я, пардон, может, нас смотрят буддисты из Калмыкии и Тувы, я не хочу вас обидеть, в общем, я вот так бы своих слов на ветер не бросал, вот я буквально здесь, вот у меня в браузере открыта вкладочка, где я составлял заявление, и хотел буквально там сегодня-завтра это заявление озвучить, как оно должно звучать, как правильно его составить, и куда его нести, то есть я был готов, в общем-то, в прокуратуру, в местную, от своего имени, заявление на Милонову написать, но вот человека оправдали, в общем-то, они решили, что не будут упорствовать в своей ереси, в данном случае, в каком-нибудь другом, они будут упорствовать в два раза сильнее, поэтому это тайм-аут, пока, пока тайм-аут, я вкладочку прикрою пока, договорились, договорились. Итак, под Москвой неизвестные остановили 14 поездов. На телефон-то и остановили. Да, и это такая классическая чеховская история, то есть я вот прочитал новости, не пойму, какое это классическое произведение, мне это напоминает, чеховское произведение, ну, у меня тут большой такой, как это сказать, большой монолог из этого произведения, если коротко, то, в общем-то, мужик в деревне откручивал гайки, да, и вот его задержали там полицейские местные и спрашивают, зачем ты откручиваешь гайки, а он рассказывает о том, что он делает из них грузила, то есть это такая классическая провинциальная история. Ну, и вот тут, в общем-то, говорится о том, что, да пойми ты, гайки прикрепляют рельсы к шпалам, и разве ты не понимаешь, к чему это отвинчивание может привести? Не доглядеть сторож, так весь поезд может уйти с рельсов, людей бы убило, ты бы убил людей. Это мы понимаем, мы ведь все отлично понимаем, мы не все отвинчиваем, оставляем, не без ума делаем, понимаем. То есть вот они тоже, ну вот они, видимо, без ума делали, не понимали, и отвинчивали все подряд, и 14 поездов встало. Ну, вообще забавно, конечно, в том плане, что у людей, конечно, потребность, мягко говоря, в деньгах есть, мы знаем, как разбираются заброшенные железные дороги моментально, и сдаются в приемку, да, в металлолом, теперь начали действующие железные дороги разбирать, но я думаю, что это будет развиваться, и вот кто-то скажет, что нужно там усилить какую-то охрану, ну давайте теперь поставим там через каждые 100 метров по часовому, который будет стоять и охранять железную дорогу, чтобы ее не разбирали. Но я думаю, это не выход, наверное, если бы у людей были нормальные средства к существованию, то мне с трудом как-то представляется, если я сейчас приеду куда-нибудь, даже я не знаю, в Польшу, там, в соседнюю, и скажу какому-нибудь поляку, пойдем разбирать железную дорогу и сдадим ее в приемку, ну, наверное, на меня посмотрят как-то очень странно, и там даже не встанет этот вопрос, чтобы на государственном уровне охранять железную дорогу от людей, которые отвинчивают гайки, но мне кажется, там это вообще какой-то бред сумасшедших, а тут нет, тут это российские реалии. В Москве альпинист обокрал квартиру на 16 этаже. Да, это вот мы поговорили перед эфиром, пришли к выводу, что это хорошая рекламная акция, то есть нужно какие-то теперь компании, которые устанавливают пластиковые окна, например, ну, или какие-то, да, может быть, металлические решетки, да-да-да, которые вообще металлоконструкциями занимаются, они теперь должны, в общем-то, сказать, что видите, раньше ставили решетки, не только на первом этаже, там, в лучшем случае, и на втором, а вот теперь, в общем-то, никто не может чувствовать себя в опасности, поэтому даже на 16 этаже нужно ставить решетки. И, кстати, может быть, даже я и не против, потому что, как минимум, это решит проблему падения детей из окон, без шуток, без шуток, то есть, если на 16 этаже поставят решетки, может быть, из этого окна хотя бы никто не упадет, это уже, значит, будет неплохо. Ну, а так, конечно, романтическая история, альпинист-любитель, в общем-то, залез в квартиру в Москве, и у него есть конкурент, юное подрастающее поколение в Петербурге возбудили дело о падении школьника со скалодрома. Ну, это, конечно, шутка, он никого воровать не собирался, но получил травму, 16-летний юноша сорвался с 7-метровой высоты на скалодроме, и вот следственный комитет теперь, значит, будет возбуждать проверку по статье «Выполнение работы и оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности». Ну, так уж, если по честнухе взять все детско-юношеские спортивные школы и какие-то секты, секты, какие секты, секции, секции, секты тоже можно, в общем-то, взять в его внимание, то будет понятно, что вообще у нас нет каких-то мест, где квалифицированные услуги оказываются, но тем не менее, давайте закроем тогда все спортивные учреждения, наверное, это неправильно. В январе ПАТП существовать перестанут, Омску не хватает 853 миллиона. Да, АТП, ПАТП, да, это автотранспорт, то есть муниципальные автопарки, пассажирских перевозок муниципальным транспортом. Ну, о чем нам говорят омские власти? Омские власти нам говорят о том, что будет изменено пассажирское сообщение путем того, что будет сокращаться маршрутки, будут сокращаться автобусы и будет увеличено количество троллейбусов в трамвай. И, в общем-то, я, может быть, и не против. Было бы все очень хорошо. Действительно, электротранспорт, это, безусловно, будущее крупных городов и вообще от всех этих дымящих автобусов, которые стоят в пробках, нужно избавляться, безусловно. Если бы не одно но, если бы не одно но. Во-первых, мы все понимаем, что, конечно, развития электротранспорта в Омске никакого не будет ровно до тех пор, пока в Омске президент Путин, так как и в любом другом регионе. И вот мы вспоминаем новость, которая была буквально полгода назад. Полгода назад ПТП номер 8, это как раз город Омск, сообщало о том, что получили 6 миллионов прибыли. И вот как они хорошо рассказывают, водитель автобуса номер 109 садится за руль и поторапливает кондуктора. Время выезда нельзя менять ни на минуту. Рассказывают хороший материал, я прям захотел работать на ПТП, там новые для сотрудников ввели дресс-код, выдали 4 комплекта одежды, рубашки с коротким рукавом, длинным рукавом, пола для жаркой погоды и свитера для холодной. Можно выбрать любую. И все так хорошо, и рассказывают 6 миллионов прибыли за год, никогда такого не было и вот опять. Мне, между прочим, в муниципальном ПТП работает 4,5 тысячи амичей, и они собираются еще 500 рабочих мест создавать, и все так хорошо, а через полгода выясняется, что оказывается все это нехорошо, и прибыли никакой нет, и все это будет закрываться. Мы посмотрим, как будет ситуация с электротранспортом в Омске и вообще в России и вообще с любым транспортом общественным, да, конечно, это будет очень большой проблемой. И в Саратове мы это видим, электротранспорт у нас в ужасном состоянии, в очень удручающем. Я думаю, что в Омске это не особо чем-то отличается. Нас вот смотрят люди из Омска, как раз перед эфиром я читал, там написано, что это, из Омска привет нам передавают. Поэтому передаем привет в Омск. Напишите нам, расскажите, правильно ли мы догадываемся, что с электротранспортом у вас ситуация как-то, наверное, не лучше, чем с обычным. 30-ти градусный мороз вывел из строя 145 маршрутных автобусов в Барнауле. Да, ну вот сильные морозы, то есть мы тут с кем-то воевать собираемся, с НАТО собираемся воевать, а снег у нас парализует Москву, мы об этом рассказывали пару недель назад, вся Москва встала из-за легкого снега. В Барнауле, ну, конечно, не легкий мороз, 30-ти градусный, достаточно серьезный, но тем не менее мороз вывел из строя, в общем-то, половину общественного транспорта в городе. Вот, тоже люди, в общем-то, в такой коллапс попали. Не знаю, с кем собираются, в общем-то, с кем собираются воевать эти люди, да, и как вообще можно оценивать состояние той страны, где, в общем-то, не могут даже с зимой не могут справиться со снегом, зимой не могут справиться с холодами, и для всех это становится неожиданностью, каждый год вот это, да, неожиданно выпал снег, или там стало холодно зимой, вот это, да, зимой-зима, вообще странно, в России, в России, обычно-то у нас тут всегда жарко, и папуасы, вот там, а тут вдруг зима. Каждая зима как первая. Да, о, классная формулировка, надо какую-нибудь акцию такую придумать, каждая зима как первая. В Екатеринбурге в 30-ти градусный мороз кондуктор выгнал из автобуса девятилетнюю девочку. Да, но я сначала, когда прочитал эту новость, у меня определенное мнение было, я его изменил, скажу вам честно, не буду говорить, что я думал изначально. Девятилетняя дочь, рассказывает мама, девятилетняя дочь ехала из, значит, отряда Каравелла на 18-м автобусе и, видимо, где-то по дороге потеряла проездной. Телефон, значит, телефон у нее не работал, баланс в минусе, в общем-то, мама не смогла с ней связаться. Оказалось, что, в общем-то, ее высадили около 11-20 из автобуса на остановке Гагарина и, в общем-то, высадили по причине того, что не было у нее денег оплатить проезд. Ну, конечно, это, что сказать, показатель определенной такой, тоже, социальной напряженности. Понятно, что, когда человек в нормальных условиях, да, находится, то он так не поступит с ребенком, тут это комплекс проблем, да, то есть, люди, которые работают на такой работе, я имею в виду контролеров, то, не контролеров, да, кондукторов, скорее всего, человек долго не получает зарплату, у него какие-то проблемы, стрессовая работа, и все это скапливается, 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 и, в общем-то, злость таким образом вымещается на людях беззащитных, как правило, поэтому, несмотря ни на что, нужно всегда, конечно, оставаться людьми, в первую очередь, сохранять вот эту человечность. Берегите в себе человека. Да, 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 точно. В Челябинске при ДТП с автобусом и маршруткой пострадали семь человек. Опять продолжаются автобусы, мне уже даже не хочется об этом говорить, вот, в этот раз автобусы и маршрутка, то есть, они уже перестали биться с другими машинами, они уже начали биться друг с другом. Семь человек пострадали в Челябинске. Ну, вот, как-то сразу невольно приходит в голову мысль, что, может быть, в Омске и право, может быть, вообще не нужен этот общественный транспорт, потому что, ну, в ДТП машина-машина, там пострадают два-три человека, да, в лучшем случае, ну, в худшем случае, вернее, наоборот, четыре. Автобусы это такой транспорт, в котором, в общем-то, одна ошибка одного человека, водителя, да, она может привести к травмам, а то иногда и гибели нескольких десятков человек. Поэтому, конечно, в том виде, в котором сейчас находится вообще общественный транспорт в целом, да, это очень, очень страшно и плачевно. Вот я вчера на Третьей Дачной был, достаточно поздно был, холодно у нас, так же, как и везде. Я пешком домой пошел, я не поехал на автобусе, с трамвая уже не ходил, я пошел пешком, и в том числе, скажем так, потому что я как-то решил, что, наверное, я лучше пешком пройдусь, чем на автобусе. Хотя мне идти, кстати, очень даже не мало, я минут 40 шел. так периодически. Ну, любитель, я знаю, пеших прогулок. Российские скорые могут обескровить штрафами за опоздание? Да, скорые могут обескровить, ну, вот тоже, заставить дурака, богу молиться, он себя лоб расшибет, да, то есть, предлагается ввести штрафы, ну, вернее, уже даже не то, что предлагается, вот, есть прецедент, в суде Октябрьского района Самары наложили штраф на службу скорой помощи, обвинили их в опоздании, и, в общем-то, из-за, из-за этого наложили штраф в размере 100 тысяч рублей. В общем-то, впоследствии вызов отменил человек, который скорую помощь вызывал, и, в общем-то, я так понимаю, составил жалобу в органы прокуратуры, которая такие, такое решение и передала в суд, а суд вынес, в общем-то, приговор. Но, рано или поздно мы все придем к тому, что, в общем-то, исходя из того, как сейчас финансируется вообще медицина, и, в частности, неотложная медицина, да, то есть, когда, мы знаем, у нас работали люди, и нам рассказывали, вот, когда мы на выборах ездили, рассказывали люди, которые работают в скорой помощи, о том, как они работают, какая потребность, то есть, в частности, в городе Казани, в крупном городе, вообще, в одном из крупнейших городов, в топ-5 самых обеспеченных городов России входит, может быть, там даже в тройку, ну, в четверку, наверное, входит Казань, и нам рассказывали о том, что там порядка 40% только скорой помощи, то есть, 40% вызовов могут охватывать, если работают в штатном режиме, поэтому работают в нештатном режиме, люди работают без перерывов, без выходных, с одного вызова сразу на другой, и так далее, вот, то есть, таким образом, накладывая штрафы, мы получим, что еще будут сокращаться, да, штрафы эти откуда будут идти, из карманов, в общем-то, докторов, из карманов водителей этих скорых автомобилей, да, поэтому, в общем-то, проблема будет только нарастать. Около 20 студентов у РГУ обратились в больницу с симптомами отравления. Да, продолжаются отравления, опять же, мы об этом говорили, 20 студентов, мы говорили о том, что в детских садах будут отравления, о том, что в школах будут отравления, все это мы видели на прошлой неделе, и на этой неделе тоже все это видим, и будем видеть, продолжать, к сожалению, я бы с удовольствием сказал, что все, это последний случай, но вот вы увидите, что до пятницы мы еще как минимум об одном таком услышим, 20 студентов отравились в Пензенской области, неудачный день рождения, мне понравилась формулировка, заголовка, неудачный день рождения, неудачный день рождения закончился смертью четырех человек от, в общем-то, отравившихся алкоголем, да, от некачественного алкоголя, я так понимаю, там вообще несколько десятков человек пострадали, и вот четверо уже погибли, последний погиб сегодня, четвертым, ну, что хочется сказать, не пейте алкоголь вообще никакой, ни хороший, ни плохой, хорошего алкоголя не бывает, сколько бы он ни стоил, это мне всегда вспоминается интервью, когда мне кто-то рассказывает, сейчас я буду нудные лекции читать, когда мне кто-то рассказывает там про элитный алкоголь, про какие-то там коньяки, которые стоят сколько-то там, миллионов, чего-то там, я всегда вспоминаю интервью одного из директоров какой-то компании, чуть ли не Джек Дэниелс, что-то в этом роде, директор уже в очень там преклонном возрасте, 80 с чем-то лет ему было, и он давал, он уже, знаешь, не директор был, а такой типа почетный член какого-то попечительского совета компании, и вот его спрашивают, вы там с 30 лет занимаетесь этой компанией, вот в чем ваш успех, и он там рассказывает подробно об этом бизнесе, и в том числе он рассказывает о том, что, в общем-то, элитный алкоголь, а они представляли именно сегмент элитного, дорогого алкоголя, он говорит, знаете, чем отличается элитный алкоголь от элитного? Ничем, говорит, только тем, что мы на этом зарабатываем имя, то есть это то же самое, что на каких-нибудь айфонах, но вот чем айфон отличается там от какой-нибудь, я не знаю, там Nokia, но практически ничем, отличается только тем, что это Apple, то есть Apple в свое время заработали имя, поэтому чем отличается Джек Дэниелс там от какого-то коньяка там за 1000 рублей, там, я не знаю, за 2000 рублей, да ничем не отличается тем, что это Джек Дэниелс, и он заработал на этом имя. А химический состав и там, и там, везде одинаковый. Но если не брать в расчет, конечно, какую-нибудь там паленую водку, но это уже отдельный случай. Поэтому не пейте никакой алкоголь, синька, чмо, пишите, чай, я согласен. Причиной взрыва в доме в Южноуральске стал газовый баллон. Да, продолжаются взрывы газовых баллонов. Вот я так понимаю, что в данном случае никто сильно не пострадал и не погиб. Это, конечно, радует. Не всегда так хорошо заканчиваются ситуации. И, конечно, они будут продолжаться. Холода наступили, да, напали на центральную часть России. Холода, вот, слышали там до минус 30. И я сегодня посмотрел, ну ладно, я сейчас потом, чуть позже об этом скажу. Вот у нас решили проблему, все, мы можем спать спокойно. Мы решили проблему, как бороться, значит, со взрывами газа в домах. И бороться хотят штрафами. И Госдума приняла закон, по которому граждане, не проверяющих вовремя, некоторые не проходят вовремя проверку газового оборудования, будут штрафовать или даже отправлять за решетку. Вот у тебя хоть раз, Жень, проверяли газовое оборудование дома? Ну, приходили, да. Серьезно? Я думал, это миф вообще какой-то. Я думал, это как Дед Мороз, что кто-то просто одевается в газовиков, приходит и проверяет. Ко мне ни разу в жизни не приходили. Кстати, я, кстати, живу в самом центре города вообще, в центре. Не придумаешь, я уж молчу там про какие-то периферии, туда, наверное, вообще никто не доезжает. Или наоборот, может, в центр никто не доезжает, там все хорошо. Справедливости ради надо сказать, что мне года 4 назад пришли, а этому дому уже, я думаю, лет 30. 30, может, даже побольше. И вот первый раз. Ну, моему дому, мой дом зарегистрировали, это моя любимая история, мой дом зарегистрировали в год, когда родился Ленин, а до этого он простоял еще несколько лет. То есть вы можете посчитать, сколько лет дома, в котором я живу. Это кто пишет, что я мажор, там, несколько дней назад писали, что я мажор и живу там в центре, но я не мажор. Но живу в центре. И я вот за всю свою жизнь ни разу не помню, чтобы кто-то приходил, проверял газовое оборудование. Но теперь, наверное, меня за это будут сажать, за то, что у меня газовое оборудование не проверяют. И, в общем-то, мы знаем, как их проверяют. Как правило, приходит какой-нибудь дядя Юра, делает так, и говорит, все хорошо, и уходит. И берет за это 500 рублей. Но я не знаю, как еще могут проверять газовое оборудование. В общем, надо, конечно, не газовое оборудование проверять. Нужно нормальную систему отопления. Нужен нормальный доход граждан, чтобы они могли себе позволить качественное содержание своего дома, в том числе, а не отапливаться какими-то самопаяними средствами. Сажать потом, ну, водоканал за что-то сажать. Все друг друга сажают за что-то. Да, это хорошая мысль. Я думаю, что мы к этому со временем и придем. То есть, вот часть людей травятся водой. Вот мы слышали, в Махачкале люди отравились питьевой водой. Там задержали какого-то представителя водоканала. Или не в Махачкале. В Махачкале, да, точно. Задержали какого-то представителя водоканала. Но вот теперь нужно штрафовать. Ну, по идее, мы сейчас должны быть в эфире. И здесь минуты на минуту появимся. Так, начали открываться какие-то ромные приложения. В эфире, Сергей. О, мы в эфире. Здравствуйте. Да, я прошу прощения. Прошел. Гудит. Гудит. Ну, я так и знал. Это классика жанра. Я прошу прощения. Если ломается, то все сразу. Это как всегда. Поэтому сейчас мы постараемся все исправить. Слышно, как машина на улице ездит. Но это вряд ли. У меня ухо не ори. В эфире только все зарекается и гудит. Я не знаю, в чем может быть проблема. Вернее, нет. Я знаю тысячу вариантов. Может быть, проблем. Тысячу-два. Больше ада. Давайте, может, поменьше. Так, напишите, дорогие друзья. Что-нибудь хорошее. Пишите, что-нибудь хорошее. Что у нас со звуком? Я так понимаю, сейчас в звук только уперлись. Шум. Причем я даже не могу посмотреть. Если я буду смотреть, то мы завистнем окончательно. Лучше стало эхо. Нормально, нормально все. Эхо пришло. Так, ну давайте определимся, откуда оно пришло. Мы его выгоним сейчас. Скажите, ушло ли оно? Гул бомбардировщиков стал тиши. Французского арт-хаусного фильма. И я бы снял пока с таким названием. А в последнее время какой-то фильм выходил громче, чем бомба. Как-то так. Да, тоже хорошее название. Все норм. Да, нормально все. Хорошо, ушло. Возрадуемся, братья и сестры. И продолжим. Остановились мы на взрыве газового баллона? Не совсем так. Остановились мы на том, что будут штрафовать за непроверку газового оборудования. И об этом уже поговорили. Да, я вот начал разговор с того, что и сказал, сейчас мы к этому вернемся. Я... Да, прошу прощения, напишите, друзья, все. Все. Нормально это прям нормально? Или нормально это терпимо? Просто еще попробуйте сделать совсем нормально. Хороший звук, но надеюсь. Я начал с того, что центральное отопление. Да, у нас отсутствует практически... У нас в России, представь себе, только 30% домов снабжены центральным отоплением. 30% домов. Это безумно мало, конечно. Это, наверное, только Москва, Московская область, Санкт-Петербург и так далее. Я вот хотел сказать о том, что нужно центральное отопление, конечно, проводить везде. И, в общем-то, загуглил информацию. И узнал, что, оказывается, в Великобритании вообще отсутствует центральное отопление вообще как класс. В Японии отсутствует центральное отопление. Что же такого я? Да. Да. Ничто не подвещало беды. Глуши пишут. И едва ли. И едва ли. Звук проваливается. Звук проваливается. Дублируются перепады в громкости. А, два звука громкие, тихие, с задержкой. Это уже что-то. Звук проваливается. Звук проваливается. Звук проваливается. Звук проваливается. Ну, вот сейчас, вроде бы, должно перестать идти. Доварищесый звук перестать должен быть. Раз, два. Я говорю, если ломается, то ломается все и сразу. Я тебе даже раздать не могу. Я не вижу смысла продолжать, если никто меня не слышит. Все-таки двоякое мнение, у кого-то все норм. Ну, через одного пишешь норм. Так, вы мне скажите самое главное, эхо ушло или нет? Да, я не молчу, чтобы вы поняли, я что-нибудь давайте буду говорить, стихи рассказывать, там, не знаю, песни петь. Заработало. Эхо ушло, все отлично слышно, все нормально, все слышно, все слышно, 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 ура, ушла. Слышно, мы тебя слышим. Ари мне в ухо пишет. Продолжаем. Пардон, я говорю, если что-то ломается, то ломается сразу все. Вот, не бывает такого, что сломалось что-то одно. Но так хорошо мы вроде начали и бывает. Значит, в общем-то, мы остановились на том, что центрального отопления вообще нет во многих странах. Люди не гибнут в таком количестве от взрывов газа, от, там, я не знаю, печей. Вот, я думаю, что в Великобритании, Японии, Германии, Франции и Финляндии, где вообще нет отопления, там люди, в общем-то, в таком количестве не погибают от взрывов газа, от того, что, в общем-то, газом задыхаются и так далее. То есть, это, в первую очередь, с достатком человеческим. То есть, если человек сам может обеспечить свое жилье автономной системой отопления, то или властной, да, не какой-то самодельной, то, в общем-то, и центральное отопление вообще не нужно. Поэтому, в данном случае, примерно так же. Согласен. Жители Башкирии переплатили 40 миллионов рублей за коммунальные услуги. Да, но вот я только не очень понял, почему 40 миллионов рублей, вообще они переплатили, вот сколько они платили, все миллионы, вот столько они переплатили. Потому что, в общем-то, коммунальные услуги в России, как человек, который работал в сфере ЖКХ, так или иначе, но, тем не менее, имел к этому отношению. Я могу сказать, что каждая копейка, которую... Я так понимаю, у нас опять правильная штука. Дублируется. Проваливается звук. Переходите на язык ЖЕСТР. Что будем делать, я не знаю. Это микрофон на районе, я знаю, мы вообще-то через него вещали все это время. Ладно, реальные меры. Скажите, пишите, стало ли что-нибудь лучше. Серега, держись, зато Крым наш. У меня аж полегче стало. Не молчу, скажите, что во всем виноват укупник. Что со звуком? Лучше. Бой в лесу родился, елочка. Говорит. Я понимаю, что вы меня видите, но вы меня не слышите. Все окно. Значит, будем работать с одного микрофона. В Башкирии переплатили 40 миллионов рублей за коммунальные услуги. Но я сказал о том, что, в общем-то, они переплатили абсолютно все деньги, которые платили, потому что коммунальные услуги у нас не предоставляются вообще ни в каком качестве. Вот у нас говорят, что у нас очень низкий уровень качества ЖКХ, а у нас его просто нет. Как проблема российского ЖКХ в отсутствии российского ЖКХ. Вот можно так, если коротко сформулировать. То есть, начиная от самых, скажем так, низших уровней, от управляющих компаний, заканчивая самыми высокими. Это, там, министерство ЖКХ и так далее. Все эти органы работают, конечно, очень, мягко говоря, неправильно. И нам рассказывали о том, что сейчас ведут лицензирование управляющих компаний. И вот оно, счастье, уже не за горами. Ввели весной прошлого года лицензирование. И вот мы должны уже были проснуться в прекрасном государстве. И все проблемы жилищно-коммунальные у нас должны были закончиться. Полтора года у нас лицензирование уже ведется. Внимание, вопрос, что изменилось правильно, абсолютно ничего. Вот у нас была прекрасная управляющая компания в заводском районе, которая называлась «Стройкомплект», которая была аффилирована определенным людям тут. во власти. Ну, это классическая рейдерская компания. По-другому ее назвать нельзя. То есть, дело вообще абсолютно ничего. То есть, мошенническим образом подписывала договора с домами вообще, без какого-либо согласия жильцов. То есть, ты просто живешь-живешь в доме, и оказывается, что ты, в общем-то, теперь в «Стройкомплекте» находишься. То есть, совершенно рейдерскими путями это происходило. И, в общем-то, все средства, которые управленная компания получала, они просто забирали их себе. И потом люди узнавали о том, что, оказывается, у них долги по каким-то пунктам платежей, которые они платили в управляющую компанию, а управляющая компания просто не являлась их посредниками, то есть, не передавала их деньги в ресурсоснабжающие организации, она их деньги просто воровала. Ввели лицензирование управляющих компаний. «Стройкомплект» закрыли. Действительно, вопросов нет. «Стройкомплект» закрыли, и на его базе открыли еще пять управляющих организаций. То есть, это тот же самый «Стройкомплект». Все те же люди, все те же бухгалтера, все те же юристы сидят в том же самом офисе. Сменили только табличку, и все, и больше ничего. То есть, теперь там пять разных управляющих компаний. Они набрали, в общем-то, обороты, еще больше, и теперь у них еще больше домов. В общем-то, в этом вот как раз вся борьба за российское ЖКХ. Поэтому, когда мне рассказывают, что там выявили какие-то хищения, 40 миллионов рублей, там, я не знаю, 40 миллиардов рублей, только то, может быть, вряд ли. То есть, там не украли 20%, там украли 120%, 146. Да, в Челябинске 20% капремонтов провели с нарушениями, тоже из той же самой оперы, наверное, потому что остальные 80% вообще не провели, а вот 20% провели с нарушениями. Я как-то один раз был в рейде общественной палаты Саратовской области по капитальным ремонтам, когда их только ввели. И нас возили, значит, по разным объектам, где проходил капитальный ремонт, и министр ЖКХ рассказывал, вот мы находимся на этом объекте, мы вас привезли сюда специально, потому что там подрядчик недоброкачественный, и капремонт мы не принимаем. То есть, вот, типа, акт приема сдачи работ не подписываем, то есть, вот, видите, боремся за качественный капремонт. А вот через дорогу стоит дом, значит, в котором все хорошо, подрядчик образцово-показательный, и здесь мы приняли. И я так смотрю на этот дом, смотрю на этот, я не вижу вообще ни одного различия. То есть, что там сделано из какой-то... То есть, когда рассказывают, опять-таки, про 20% существенных недостатков капремонта, там, 120% существенных недостатков, у меня напротив дома проводили капремонт, в доме прямо напротив моего проводили капремонт. Его покрасили. Его просто покрасили. Причем, вот, старый развалившийся кирпич, его даже не заказали ничем. Его просто белой краской покрасили. Это они назвали капитальный ремонт фасада. Прикольно. Еще рядом старый тюз, который восстанавливали, как они его сделали. Не, ну, старый тюз, понимаешь, они его действительно отремонтировали. То есть, там действительно не было крыши. Если бы вот они эту сгоревшую крышу покрасили, и накрыли бы ее сверху фольгой, и сказали, что так и должно быть, тогда да. А тут они хотя бы ее сделали плохо, криво, некрасиво, там, разбито все, но сделали. А тут они вообще ничего не сделали, понимаешь? Но выдают какие-то вот эти покраски под капитальный ремонт фасада. Банки начали взыскать долги россиян по кредитам без суда. Об этом сообщает комиссант. И выдается это как великое достижение. Наконец-то у нас за должниками не нужно будет, значит, бегать по судам. Теперь схема взыскания долгов с физических лиц упрощена. И, в общем-то, тапки по разным кредитам вносятся в кредитный договор. В общем-то, заключается он в том, что схема предусматривает возможность взыскания долгов без суда на основании исполнительной подписи нотариуса. Но в очередной раз мы кладем половые органы на всевозможные законы, даже их. То есть, они даже не соблюдают свои законы. Вот это для меня всегда являлось загадкой. То есть, в стране, в которой абсолютная, тотальная такая, ну не тирания, как это назвать, деспотия, что ли, да? То есть, ну а что им мешает принять закон, Бога избран и будет пожизненный? То есть, понимаете, что-то они каждый раз зачем-то проводят какие-то... Нет, я понимаю, ну а что им мешает сейчас? Они каждый раз придумывают какие-то выборы, каждый раз их зачем-то фальсифицируют. Отмените вообще выборы. У вас все карты на руках. Вот кто им сейчас помешает отменить все выборы там? Кто им помешает создать какой-нибудь репрессивный орган, который будет забирать в твои дома, там, забирать деньги и без всяких решений судов? То есть, они нарушают собственные законы. Зачем они нарушают собственные законы? Примите, отмените все законы и действуйте, как там, я не знаю, по праву сильного и все. Для этого достаточно год с телевизора поговорить, что выбирать, ну это дело рук чиновников, профессионалов. И люди, смотрящие телевизоры и без задумки верующие, они примут это за чистую монету, скажут, Зачем нам голосовать? Да, да, конечно. Да, ну и вот есть той же оперы, коллекторы более суток удерживали сотрудников в его квартире, но они выполняли государственную программу, можно сказать. То есть, они, как это там было написано, ущали процесс изъятия средств у должника. Все нормально, то есть, без судебного решения. Чем вот отличаются вот эти коллекторы? И опять же, да, нам рассказывали о том, что вот она панацея, вот она спасение от коллекторов. Это антиколлекторский вот этот закон, да, который там все, как достижение немыслимое предыдущего созыва Госдумы выдавали. Мне всегда так было интересно. То есть, вот этот новый закон коллекторский, значит, что в нем было написано? О том, что нельзя убивать людей, о том, что нельзя там их пытать паяльниками, о том, что нельзя им угрожать. То есть, такое ощущение, что раньше это все делать было можно. Чем коллектор отличается от любого другого гражданина? Да, абсолютно ничем. То есть, или у коллектора были какие-то, до этого он мог кого-то избивать, а теперь не мог. То есть, они приняли закон, который не запрещает ничего, чего было запрещено раньше. И выдавали это как какую-то победу. Но в итоге он, естественно, никаких, в общем-то, дивидендов не принес. Глава Новокузнецкого муниципального банка оплатил 3 миллиарда долга отца средствами вкладчиков. Это же прекрасная новость. Муниципальный банк. Вы вкладываете граждане деньги в муниципальные банки в любом случае. В Новокузнецке вы живете где-либо в другом месте. 3 миллиарда рублей, в общем-то, списали со счетов банк. И заплатили за должность директора этого банка, вернее, директора. Все замечательно. Таких, кстати, новостей тоже я слышал в свое время очень много. Это не какая-то уникальная ситуация. Казанские бюджетники пожаловались на то, что их заставляли прийти на футбольный матч. Вот тут я тоже ничего не понял. Причем заставляли прийти, но мы это достаточно часто видим, когда, ну, для каких-то мероприятий. В частности, когда там Радаев катается на коньках или открывает лыжные стадионы. Наш главный консомол, спортсмен и просто красавец туда приглашают каких-то, ну, приглашают. Понятно, как приглашают. Приводят, да, каких-то манекенов, которые хлопают руками. Но их хотя бы, как правило, приводят, скажем так, как скажем... Создают условия минимально. Да, да, абсолютно верно. Создают им хотя бы условия. А тут каких-то казанских бюджетников из школ, учителя местных школ, пожаловались, что их не только принудительно заставили прийти на футбольный матч Рубин-Ростов, но и собрали деньги на билеты. То есть, они еще и за свои деньги купили билеты. То есть, им даже не обеспечили какой-то там бесплатный вход или что-то подобное. Не согласно, угрожали проблемам на работе. А приказ обеспечить явку на стадионе якобы прислали из местной мэрии. Я не знаю. То есть, если у нас уже даже на футбольные матчи приглашают таким образом учителей, я думаю, скоро там будет такой фан-сектор из бюджетников. То есть, это будущее российского спорта, скажем так. Вот тут у меня нет понимания, зачем цель. Цель очень сомнительная. Городские власти объявили о сносе дома, в котором жил Константин Циолковский. И вот все, конечно, возмущены. А я, наверное, скажу такую непопулярную вещь. Это неудивительно. И это, наверное, правильно. Ну, вот мне так кажется. Почему? Потому что, ну, все равно нужно понимать, что таким реликим человек не был. Он жил очень давно. И дом, в котором он жил, находится в очень плохом состоянии. Я так понимаю, в аварийном состоянии. Ремонтировать его в том виде, в котором он есть сейчас, это значит, по сути, собирать новый дом. Это же будет не дом Циолковского. То есть, если его разберут и построят на его месте новый дом из современных материалов и так далее. То есть, историческая составляющая уже будет потеряна. Но и оставлять его вот в таком виде, в котором он есть сейчас, и, в общем-то, по причине того, что там жил Циолковский, ну, наверное, тоже не очень, скажем так, правильно. Поэтому тут сомнительно. Я к тому, что все равно, рано или поздно, это все равно произойдет. Но мы же понимаем, что не будет дом стоять там 200, 300, 400 лет. Рано или поздно все равно его снесут. Я, может быть, не против, чтобы построили по этим макетам какой-то аналог этого дома. Реконструкцию. Да, да, да. Сделали реконструкцию и музей. Абсолютно верно. Вот тут я за. Если туда воткнут какую-то стеклянную коробку, вот эту бетонно-стеклянную, как обычно и происходит, то тогда, в общем-то, если это действительно реконструкция, то есть каким-то историческим уклоном только за. Да, вот романтическая история из прекрасного города Охи. 54-летнюю Охинку застрелили из травматического пистолета во время спора на 3000 рублей. Как бы вы думали, в чем заключался спор? Спор заключался... Значит, ну я вам всю историю расскажу. По версии следствия, в течение двух недель, по вышеуказанному адресу компании, компания, состоявшая из пяти человек, хозяина квартиры подозреваемого и трех женщин, употребляли спиртные напитки. В течение недели. Уже хорошее начало. 19 ноября хозяин квартиры показал у него травматический пистолет. Ну, заскучал дяденька. Говорит, а у меня есть пистолет. Вон оно что. Ну вот, хозяин квартиры показал пистолет, из которого гости стали стрелять по квартире. Ну, тоже заскучали. Говорит, ну есть пистолет, значит, надо стрелять. Позже между подозреваемым и потерпевшей возник спор, возможно ли из данного оружия убить человека. Значит, инициатором спора оказалась женщина, ждавшая, что невозможно. Цена спора составляла 3000 российских рублей. Подозреваемый подошел к женщине и произвел ей выстрел в голову, отчего последняя скончалась на месте. После этого труп вынесли на балкон и выбросили на улицу. Сообщается в предслужбе следственного управления. Замечательная романтическая история. 1000 рублей, которые она совершенно в частном споре проиграла. Это не смешно, согласен, но возвращаемся к предыдущему разговору синька зло. Потому что такие вот жуткие истории, которые с одной стороны вроде бы смешные, а с другой, в общем-то, приводят к таким трагическим последствиям. В общем-то, нужно их как-то, я не знаю, сокращать, наверное. Да, и вот закончим на позитивной ноте. Несмотря на все сложности, которые у нас сегодня были, закончим на позитивной ноте депутата Белого Медведя. И вот я не знаю, как вам, а мне кажется, это замечательная новость. Вот так выглядит депутат, так, сейчас я уберу ее, вот так выглядит депутат Тюменской Думы. Я тебе потом покажу, можешь не это. Все хотят увидеть депутата Тюменской Думы, естественно, в костюме Белого Медведя. Не каждый день. Вот так она выглядит. Замечательный депутат Тюменской Думы. Я бы за нее проголосовал. Вот без шуток я бы за нее проголосовал. Не знаю, там, может быть, она жулик и вор, но она хотя бы смешной, забавный жулик и вор. Это, по крайней мере, веселит народ. Это как кандидат Дарт Вейдер был. Да, 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 абсолютно верно. Кандидат Дарт Вейдер, ну, кандидат Дарт Вейдер еще и человек приличный, насколько я понимаю. Тут я не знаю, как она депутат, но Медведь она замечательный, вот так скажем. Поэтому как за Медведя, я бы за нее проголосовал. Давайте поотвечаем на вопросы и закончим на этом. Будем перечитывать. Слово забыл, представляешь? Энциклопедии будем перечитывать. Рассказывают о том, что умерла старшая дочь президента Узбеки Санна Ислама Каримова 5 ноября в результате отравления. Но я так понимаю, что информацию эту уже опровергли, поэтому что там с интересными программами, я сейчас не в курсе. Я, как вы видите, в Саратове нахожусь, не в Смольном, как многие считают, в Саратове, в то время как Вячеслав Иславович и Дмитрий Игнатьев в Москве. Бород для поздравления к Новому году, я думаю, сделаем, как в прошлом году, с удовольствием. Будет ли романтическая история в конце? Задайте романтический вопрос, и вы получите романтический ответ. Про Каримова тоже говорили, что он живее всех живых, но это особенность информационного мира в том плане, что сейчас все-таки сложно какие-то такие серьезные вещи скрывать в течение долгого времени. То есть можно, ну не знаю, сутки, двое суток, трое суток человека прятать в больнице, если он серьезную должность занимает, и говорить о том, что он живой. Вот, и мне всегда, я ждал этот вопрос, возьмите нормального техника оператора, там, в общем, я не справляюсь и так далее. Вот ты не был свидетелем, скажу историю. У нас пришел в основную студию человек, я так понимаю, он из Москвы приехал, но он не специально для этого приехал, но тем не менее, Вячеслав Иславович здесь был, и он, ну, некрасиво, на мой взгляд, себя вел, на мой взгляд. В общем, он пришел с таким наездом, что вот я там ничего не понимаю, ничего не умею, а он там работал в какой-то киностудии, чуть ли не в Голливуде, в общем, он какой-то суперпрофессионал, супермастер, и он нам сейчас все настроит, весь звук и все, и так далее. А у нас там есть кресло, я с удовольствием сел в уголке в кресло и стал громко над ним смеяться. Вот, ну, вернее, первый минут пять я не смеялся, а когда его зрачки начали расширяться до невероятных размеров, волосы сидеть на глазах, я начал громко смеяться, и, в общем-то, естественно, он ничего не настроил, и он сказал, я такого никогда не видел, поэтому идите нафиг, типа я, я типа не знаю, руки развел и все, и ушел. Вот, это к вопросу о профессионалах. Это специфические особенности вещания из-под поля. Да, да, о, очень хорошая формулировка, да. Картина уже показывал два раза. Спрашивают про картину. Если вам не отвечает Мальцев, задумайтесь на тему того, что вы его спрашиваете, потому что у нас неоднократно, к сожалению, еще раз не хочу никого обидеть, может быть, у вас какой-то невероятно важный вопрос, но неоднократно так бывало, когда к нам приходил человек и говорил, не отвечайте нам на сообщение, я вам пишу уже целых там пять лет, вы вещаете три года, я вам пишу пять лет каждый день, и вы не ответили ни на одно письмо, мы говорим, хорошо, давай, прямо сейчас мы ответим на твое письмо, покажи где. Открываем почту, он показывает нам письмо, там что-то про рептилоидов каких-то, анунаки захватили мир, почему вы мне не отвечаете? Во имя Иисуса Христа. Помнишь? Да, 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 это тоже. В общем, разные бывают письма, поэтому на некоторые мы не отвечаем. Просто потому, что нечего отвечать, на некоторые. Он на киностудии «Узбекфильм» работал. Нет, там на какой-то серьезной киностудии. Я даже, кстати, где-то записан, у меня его контакт, он, может быть, нас смотрит. Привет ему, профессионалу. Если есть желание, приходи еще раз, попробуй. У меня как раз настроение не очень, вот можешь мне поднять настроение. Телеграммом я не пользуюсь, хотя не имею ничего против, просто не пользуюсь. Я вообще как-то работаю в информационном мире и очень старомоден. Именно в плане каких-то технологий. вопрос не региональный, а федеральный. Твою оценку по Улюкаеву, ну, ситуацию, что можешь сказать? По Улюкаеву... В общем-то, ситуация классическая заключается в том, что существует два лагеря противостояния, которые возглавляют Дмитрий Анатольевич Медведев, наш любимый, и Вячеслав Викторович Володин. Они, в общем-то, делят одно место, да, то есть то, которое сейчас занимает Медведев, на которое целится в перспективе Володина. Это место премьер-министра, это очевидно всем. Улюкаев был человеком из правительства Медведева. Вот. В общем-то, я думаю, что не без участия и не без согласования с Вячеславом Викторовичем Володиным проходил его задержание, его арест. Потому что мы понимаем, что, конечно, та сумма, которую ему инкриминирует, и вообще вся эта ситуация, что он там то ли брал этот кейс, то ли не брал, то ли вообще он там на какие-то счета что-то перевел. То есть полная какая-то ахинея. Мы прекрасно понимаем, я далек от мысли, что Улюкаев не виновен. Я как раз хочу сказать, что там есть... Нет, не виновен. ...сотня способов его посадить по реальным преступлениям, но его зачем-то вот фигурируют вот эти какие-то странные обстоятельства, что как раз говорит о том, что это сфабрикованное уголовное дело. Но, опять же, не потому, что его посадили невиновного человека. Просто посадили виновного человека, но не в том, в чем он виноват на самом деле. Потому что если бы его сажали, то нужно было бы проводить следственное действие. А следственное действие показали бы, что там виноват еще вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. И пришли бы мы к самому папочке. А это никому было не нужно. Поэтому сфабриковали какое-то совершенно глупое уголовное дело. Его сейчас, конечно, посадят. Это такой серьезный тычок. И, в общем-то, ржение в интимных местах у Дмитрия Анатольевича началось вследствие этого. Думаешь, пожурят и отпустят? Я, кстати, не думаю. Вот почему-то у меня есть такое ощущение, что его как раз-таки посадят. И посадят там на... Может быть, не на все прям срока, там не на 150 лет. Но серьезный срок ему дадут. Это мое мнение. Хотя у меня вот сформировавшееся мнение именно о том, как дальше эта ситуация будет развиваться, нет. То есть у Люкаева в данном случае на его месте мог быть кто угодно другой. Абсолютно кто угодно. Нужна была достаточно весомая персона, которая отвечает за экономику. Это очевидно, потому что экономика это провальный сектор. Ну, хотя весь сектор провальный, но экономика в частности. Вот. И поэтому у Люкаева, в общем-то, сунули. Я думаю, что его закроют. Просто нет смысла его как-то выгораживать. Кто его будет выгораживать? Медведев его будет выгораживать? То есть не будем вешать его на проспекте? Нет, не будем вешать его на проспекте. И романтическую историю, может. Да, могу рассказать романтическую историю у нас... Ну ладно, я как-нибудь потом расскажу. Не потому что я рассказывать не хочу. Это долгая романтическая история. Она длинная, ее надо рассказывать, рассказывать. А я что-то... Меня выбило из колеи эти технические проблемы. Ну эфир и так достаточно большой по... Да, эфир большой, по продолжительности согласен. Поэтому давайте на последние пару вопросов ответим. Уже через полчаса будет включение из Москвы с Вячеславом Вячеславовичем Мальцевым. Поэтому все хорошо. У матросов нет вопросов, судя по всему. Да, благодаря им всех тогда за сегодняшний эфир. Следующий эфир у нас состоится в четверг на этой неделе. Тоже, скорее всего, из Саратова, надеюсь, по крайней мере, на это. Надеюсь, что технические моменты к следующему эфиру мы исправим. Вернее, я в этом практически уверен. В общем-то, спасибо вам. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok